Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 марта, день Кирилла, день почтения памяти святого Кирилла Иерусалимского. Он боролся против ерести арианского учения. Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме было чудесное знамение. На небе появился честный крест, сиявший ослепительным светом. Начиная от Голгофы, он простирался до горы Елеонская. Так как император Констанции разделял ересь ария, притеснял православных, то святой Кирилл сообщил ему о чудесном знамении, уговорил оставить путь заблуждения. В старину этот день называли дири полос, поскольку санный путь исчез и можно было содрать полозья. В некоторых областях России сегодня зацветали подснежники, пролезки мать и мачеха, просыпались насекомые. В этот день поклонялись Иоанну и просили дождей для роста семян. Также считалось, что этой ночью домовой просыпается и безобразничает. Приметы. Ранние комары скоро будут теплые дни. Если сегодня комара убьешь, 40 грехов проститься. Кружатся комары в лесу, к урожаю ягод. Цветет мать и мачеха, это к потеплению. Вообще в народе было подмечено, что поздняя весна предвещает раннюю зиму. Купая ребенка, не открывайте дверь посторонним людям, это к несчастью. Во время купания приговаривайте. Вода в землю, а дитя в рост. Сегодня не делали покупок, они будут неудачными. Не рекомендовали сегодня ходить в гости, чтобы не оставить в доме свою удачу. Не стригли сегодня волосы и ногти. Считали, что это к неприятностям. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова